Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в Смайлэнд. И проходим третью главу. Подвал. Тебя навестила мрачная гостья. Что ей нужно? И кому можно довериться в попытке докопаться до истины? Подвал. Как ты пробралась в мою комнату? Это не проблема для таких, как я. Таких, как ты? То есть... Ты скоро поймёшь. Ничего не понятно. Ты сказала, что пришла ко мне из парка. Ты там работаешь? Не совсем. Что это значит? Всё дело в том, что я... Моё время заканчивается. Я ещё приду к тебе. Странная гостья исчезла, будто её и не было. Тебе больше не удалось уснуть. Ты ворочалась в кровати до самого утра. Ты оделась и вышла к родителям в гостиную. Всем доброе утро. Я побежала на работу. Стой! А позавтракать? Некогда, мам. Так нельзя. Вот, я приготовила для тебя кое-что. Контейнер с едой. Хорошо взять. Что это? Домашний обед? Да. Чтобы ты поела нормально еды, а не всякий фастфуд в парке. Спасибо, мама. Ты взяла обед и уже двинулась к выходу, как вдруг путь тебе преградил отец. Ты вчера поссорилась с Алиной? Что? Ни с кем я не ссорилась. Алина вчера пришла домой в слезах. Говорит, ты её довела. Откуда ты обо всём знаешь? Я работаю с мамой Алины. Забыла? Наябедничала, значит. Помнишь, о чём мы говорили? Никаких ссор быть не должно. Папа меня не слушает. Остаётся только... ...выкручиваться. Он всё равно не начнёт её слушать. У него есть своё мнение, которое выше моего. Он считает, что он прав. И я могу победить его только хитростью. Спорить нет смысла в такой... в таком деле. У нас не было серьёзной ссоры. Что же тогда ты устроила? Ничего я не устраивала. Была просто словесная перепалка. Почему же Алина расплакалась? Алина приняла всё слишком близко к сердцу. В любом случае, это должен быть первый и последний раз. Если узнаю об очередной ссоре или стычке, тебе придётся уволиться. Но, папа... Это было одним из условий. Хорошо, я тебя поняла. До вечера я на работу. У входа в парк тебя поджидала Аня. Вот это видок у тебя. Выглядишь кошмарно. Это ты так здороваешься? Вроде того. Что-то случилось? Почему ты такая невыспавшаяся? Плохо спала ночью. Чудилось, что в комнате кто-то есть. В смысле? Кот? Аня, какой кот? У меня нет кота. Тогда кто же это был? В том-то и дело, что никого не было. Я встала, проверила каждый уголок. Но комната была пустой. Кажется, я разговаривала с призраком. Ты свихнулась, женщина. Только подруге можно рассказать правду. Скажу, что... Но я ведь не боюсь или боюсь? Ладно, скажу, что я очень боюсь. Призрак был как живой. Бояться надо осязаемых вещей. Тебе легко говорить. Мне в твоей комнате поселилось нечто. Я сама себе нечто. Ну да, ты то еще чучело. Эй, нам с тобой предстоит вместе жить, когда мы поступим в университет. Ты заранее шантажируешь? Нет, просто готовлю к суровой реальности. Готовься жить с чучелом. И бояться по-настоящему. Чего? Храпа? Лунатизма? Еще я пою во сне. Боже мой. Вот видишь, нечего бояться раньше времени. Это воображение не более. Не нравится мне Смайлэнд. Ты же так сюда рвалась. Я же не знала, что из-за этого парка спать перестану. Вот уж не думала, что ты такая впечатлительная. Андрею тоже предъявишь? Он тоже тебя пугал. Вот возьму и предъявлю. Можете даже обменяться с ним парочкой историй. Ты хотела поболтать с подругой еще немного, но неожиданно ваш разговор прервал Владимир. Надо же! Кое-кто сегодня пришел вовремя. Я опоздала всего раз. Обязательно поставлю тебе за это памятник. Бери ведро и тряпку. Жду тебя у колеса обозрения. И поживее. Ты нашла необходимый инвентарь и пошла к колесу обозрения. Ну и нерасторопная же ты. Владимир никогда не бывает довольным. Надо ответить спокойно. Он твой работодатель, не забывай про это. Зато теперь готова к труду и обороне. Это хорошо. И что мне нужно будет сделать? Ведро и тряпка с собой. Вот. Видишь это колесо? Старейший аттракцион в этом парке. Я катался на нем, когда был совсем маленьким. Один из ваших работников уже расписал мне чудесные достоинства этой карусели. Это не просто какая-то карусель. Это почти памятник парка. И относиться к нему надо бережно. Так что же мне делать? Надо помыть все кабинки. Но я не могу этого сделать. Почему же? Когда я смотрю на этот аттракцион, сразу вспоминаю о пропавшем брате. Надо признаться в страхе. Я боюсь лезть на этот аттракцион. Почему высоты боишься? В том числе. А еще отсюда два года назад пропал мой брат Тима. Я не смогу заставить себя туда залезть. Какие все нежные стали. Мне нужны работники, готовые к любому заданию. Я готова выполнить любую другую работу. Все что угодно. Только не на колесе. Тебе какое задание не дай, ты все время недовольна. Пожалуйста, дайте мне другое задание, которое мне по силам. Похоже, тебе по силам только ныть. Мне остается только... промолчать. Слезами горю не поможешь. Если только наплачешь целое ведро и вместо воды будешь мыть кабинки. Как вы можете быть таким злым? Вы меня убить хотите? Как ты догадалась? Что? Шутка. Я тоже умею шутить. Вы знаете, кто мой папа? Он вас засудит. От кого-то я это уже слышал. А, точно. От рыжей пеголицы в коротком платье. Ладно, не хочешь работать наверху, значит будешь работать внизу. Убирай подвал. Там как раз скопилась куча грязи. Пока не уберешь, даже не думай уйти. А я пойду остальным лентяям раздам задание. Ты собиралась с силами, чтобы вновь спуститься в этот жуткий подвал. Неожиданно к тебе подошел Антон. Привет. Что случилось? Кажется, кое-кто хочет поговорить со мной по душам. Владимир разозлился на меня. Владимир заставлял меня лезть на колесо, а я ужасно боюсь высоты. Не обращай внимания. Он просто нервный старик. Да знаю я. Просто редко кому-то удается довести меня до слез. Хватит тебе плакать из-за такой ерунды. Для тебя это ерунда, потому что ты привык. К чему? К издевательствам? Я не то имела в виду. Владимир не издевается. Ты просто слишком чувствительная. Вообще, Владимир тоже просил меня убрать это колесо. Серьезно? Ага. В мой первый день. А ты что? Отказался, конечно. Я не дурак лезть на такую высоту без страховки или хотя бы лестницы. Ну да, ты прав. Вот он разозлился. Впрочем, это его обычное состояние. Он вообще очень злой. Не то слово. Алинка вообще ему после такого предложения угрожала нажаловаться матери. Представляешь? Так делают только трусы. Ээээ... Точно. Куда отправили тебя? В подвал. Нужно убрать кучу мусора в одиночку. Знаешь, у меня сегодня не так уж много работы. Давай я тебе помогу. Милое предложение. Стоит согласиться. Это было бы чудесно. Спасибо. Всегда рад помочь. Какой ты добрый. Так и поступают друзья. Тем более, мне дали мало работы на сегодня. Лучше помогу тебе, чем буду полдня лентяйничать. А Антон оказывается очень милый. Мне тут вообще не нравится. Да не пугайся ты. Просто свет тусклый. Я вчера тут слышала странные звуки. Ой, ты просто впечатлительная. А ты не боишься? Чего тут бояться? Не хочется выглядеть дурой. Думаю, нужно... Говорить честно. Ну, не знаю. Я боюсь. Чего? Знаешь, у меня в комнате вчера что-то происходило. Что? Сама не знаю. Просто какие-то шумы и шорохи. Может, кот? Тебя надо познакомить с моей подругой Аней. Она тоже всю чертовщину сбрасывает на котов. Это та, которая вату сахарную продает? Я ее знаю. Говорят, коты спутники привидений и колдунов. Сейчас и ты начнешь меня запугивать. Я никого не запугиваю. И вообще думаю, что тебе стоит закрывать на ночь окно. В смысле? Наверняка это ветер из окна что-то пошевелил у тебя в комнате. Ты спишь с открытым окном? Да. Вот видишь, нет никакой чертовщины. Не загоняйся. Да и вообще, как связаны твоя комната и этот подвал? Никак. Просто я много переживаю в последнее время. Новая работа, строгий начальник, странные сны. Ладно, давай разбирать этот кавардак. Да. Может, найдем сокровища? Смотри. Интересно, что внутри? Вы нашли старую шкатулку. Наверное, она хранит много тайн. Я думаю, надо изучить коробку. Давай откроем и посмотрим. Антон открыл коробку. Что там? Там мусор какой-то, старые газетные вырезки. Давай выбросим. Зачем рассматривать всякую ерунду? Подожди, это вырезки про парк. Парк? Ну-ка, и что там? Кто-то явно долго все это собирал. Смотри, есть даже фотографии со дня открытия. Это почти раритет. Почему? Да ты что? Он же открылся еще при царе Горохе. Ух ты, смотри, фотография первых работников. Вы нашли старую газету. Знакомое лицо. Это же Иван. Да, точно. Он мне говорил, что работает тут с самого открытия. А он почти не изменился. Я бы даже сказала, что вообще не изменился. Такой же старый. Даже кепка, по-моему, та же. П. Постоянность. Да хватит тебе. Странно все это. Может, фото не такое старое, как мы думаем? Да вот же дата стоит. Этому должно быть какое-то объяснение. Может, он сразу родился старым? Ага. А с годами будет молодеть и умрет младенцем. Вдруг ты услышала шорохи и скрипы в глубине подвала. Ой, что это? Ты о чем? Какие-то шорохи. Не слышишь? Нет. Прислушайся. Наверняка это крысы. Мы же в подвале. Пора валить. Эй, не пугайся. Я не хочу даже знать, что там за крысы. Давай я медленно подойду и посмотрю, что там. Нет, не надо. Пожалуйста. Да не бойся ты. Встань за моей спиной. Сейчас. Только кое-что возьму. Что это? Ножницы для кустов? Это для самозащиты. Вот ты странная. Шорохи и скрипы стали еще громче. Вы услышали, как кто-то застонал в темноте? О боже. Беру свои слова назад. Валим. Вот это приключение. Ага. У меня чуть инфаркт не случился. Все, больше никаких подвалов. Ни за что туда больше не пойду. Ты только успела отдышаться, как заметила, что к вам приближается Алина. Нафига ты идешь сюда, Алина? Ты меня бесишь. Интересно, что вы делали в подвале? Опять она лезет не в свое дело. Надо ответить прямо. Работали, но я бы не советовала тебе туда соваться. Я говорила Вите, что у вас в подвале происходит что-то интересное. Не просто так же оттуда доносились стоны. Подумай, что ты говоришь. Мы просто работали в подвале, вот и все. В твоем же проще. Ага. В темном подвале с девушкой. Да, не самый симпатичный, но все же настоящий, а не выдуманный. Да? Ты же работаешь в паре с Витей. В чем проблема? Ладно, хватит об этом. Пойдемте лучше в кафе, пообедаем. Хотя не всем такая роскошь доступна. Да, Антон? Алина, шла бы ты в свое кафе. Антон, пойдем перекусим? Я проголодалась. Ладно, пойдем. Вы пошли в кафе. Алина и Виктор покупали себе обед. Вдруг ты заметила, что Антон держит в руках одно лишь яблоко? А ты почему ничего не взял на обед? Дома приготовить не успел еду. А денег с собой нет. Бедный Антон. Ему до конца дня придется ходить голодным. Поделиться с Антоном. Как же его жалко. Вот, держи. Ты протянула Антону контейнер? Классно. Не знаю, ребят, как вам, но мне Антон нравится больше, чем Витя. Да и эта чокнутая Алина не будет приставать из-за него. А вот на Витю она явно глаз положила. Ну что ж, продолжим. Что ты, не нужно? Не стесняйся, бери. Я много наготовила, сама все не съем. Спасибо большое, ты очень добра ко мне. Ты тоже здорово выручил меня сегодня. Одна я в этот подвал точно бы не спустилась. Спасибо за работу, Александр. Мне бы такую девушку. Ты такая хорошая, милая и добрая. Ты мне льстишь. Нет, ты правда очень добрая. Сейчас такое качество редкость. Почему тебе так кажется? Смотри сама. Все надо мной смеются, поддевают. Каких только слов я не слышал в свой адрес. Вот даже сейчас Алина пошутила, что столовая для меня роскошь. Это правда так? Да, это так. У меня нет возможности купить себе лишний пирожок. И даже школьные учебники я покупал с рук. Почему же так вышло? У тебя бедная семья? У меня вообще нет семьи. Точнее, у меня есть бабушка, но она уже очень старая. После смерти родителей она тянула меня как могла. Теперь моя очередь ей помогать. Я работаю, стараюсь обеспечивать нас обоих. Но она часто болеет, нужно много денег на лекарства. Поэтому я отказываюсь от неважных расходов. Ой, Антон, прости, я не знала. Не извиняйся. Многие видят во мне какого-то оборванца, смеются. Но никто никогда не проявлял ко мне такой доброты, как ты. Я так понимаю, что это он сказал. Но никто никогда не проявлял ко мне такой доброты, как ты. Спасибо тебе. Ты не знала, что ответить Антону и просто накрыла его руку своей ладонью. Спасибо, что угостила. Очень вкусно. Пожалуйста. В кафе пришла Аня. Привет, Антон. Александра, как настроение? Улучшилось? Да, уж улучшилось. Убирались с Антоном в подвале и мы оба слышали жуткие звуки. Ага, страшные такие. Антон, ты бы с ней поменьше общался. У неё штора в комнате зашевелится, а она думает, что это привидение. Кошка на улице пробежит, а она думает, что барабашка над ней прикалывается. Вдруг беседу прервал Владимир. Босс пришёл. Добрый день, коллеги, ещё раз. Что-то он слишком довольный. Подозрительно. Наш парк работает успешно. Посетителей много, аттракционы работают, попкорн продаётся. А это значит, что настало время традиционной вечеринки для работников. Звучит заманчиво. Завтра мы закроем парк на час раньше и как следует повеселимся. Но помним, что всё должно быть в рамках приличий. А-а-а. О Лине это надо отдельно сказать. Так что набирайтесь сил, сегодня работайте как следует. Завтра повеселимся от души. И не отлынивайте. Приглашаю всех. А теперь возвращайтесь к работе. Раздались аплодисменты. Чему тут аплодировать? Вечеринки это же скука смертная. Никакого толку от них нет. Нет, Антон, ты не прав. Вечеринка – отличный способ наконец-то уесть Алину. Я буду самой красивой на этом празднике. Кстати, об Алине. Её с Витей не было на сегодняшнем собрании. Они быстро поели и ушли. Действительно. Куда они ушли перед выступлением Владимира? Может, Владимир дал им особенное поручение? Ох, и достанется Вите, как только его увижу. Александра, спасибо, что составила компанию мне с утра. Я пойду работать. Пока. И тебе спасибо. Пока. Ты решила позвонить Вите, но он не отвечал ни на звонки, ни на смс. Ты была очень злая и работала с усердием. Да так, что выполнила все поручения Владимира очень быстро. Поэтому тебе удалось уйти с работы пораньше. Ты решила немного поспать. Заснула ты довольно быстро. Тебе казалось, что кто-то стоит у окна. Сердце начало часто-часто биться. Не бойся. Это опять я. Стоп. Это не может быть в реальности. Я же только что легла спать. Но нет, Елена стоит передо мной. На всякий случай ты ущипнула себя за руку. Говорят, так можно проверить, спишь ты или нет. Ай, больно. Ну и что ты делаешь? Я сплю? Ну конечно. Как же я еще могла к тебе прийти? Ничего не понимаю. Что происходит? Кто ты? Александра, я привидение. Хотя ты сама это уже поняла. Это сон. Это всего лишь сон. Прости, что напугала тебя. Ты сказала, что тебе нужна моя помощь. Завтра в парке произойдет нечто ужасное. Только ты сможешь это предотвратить. Предотвратить что? Произойдет во время вечеринки? Кто-то из наших друзей пропадет? Ребят, я уверена, что вы уже прошли все доступные на данный момент главы. И я прошу вас не спойлерить. Я не хочу знать, что там произошло до того момента, пока не прочитаю сама. Ребят, скоро я сделаю следующую главу. А пока у меня все. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.